После летних каникул возвращение в родные стены детского сада оказалось грустным событием для некоторых детей. Из-за обветшала кровли дети, находясь в группе, вынуждены смотреть на то, как во время дождя вода бежит по потолку и стенам, оставляя после себя огромные лужи. Нужно принимать срочные меры, не только разговаривать, а принять меры для решения этого серьезного вопроса. Комитет образования в курсе данной проблемы. На сегодняшний день вопрос положительно решился. Уже найдены подрядчики, выделены деньги. И мы так думаем, что в ближайшую неделю-две будет частично заменена кровля данной группы. Однако спустя полторы недели родители вновь стали бить панику. По их словам, ни работников, ни материалов на территории садика так и не появилось. Меры все-таки предприняли, но они не оказались экстренными. Дело в том, что самые погодные условия, буквально три дня у нас лил дождь, открыть детский сад, в принципе, не в состоянии. Сегодня можно даже посмотреть, я думаю, что в обед они начнут уже, там будет профильная кровля, металлическая кровля. Под заказ сделали, нарезали, сегодня начнут уже работать, уже перекладывают эту крышу. Наша съемочная группа вновь посетила садик и убедилась в том, что материал действительно завезен, и подрядчик приступил к долгожданным работам. На сегодняшний день материалы завезены, они завезены вчера вечером, подняты на крышу уже, и с сегодняшнего дня работы начинаются. Объем работы большой, будут перекрывать две группы у нас, получается. Ну, сначала мы решили, что мы решим данную проблему сверху, а потом уже, когда дадут отопление, я так предполагаю, что нам нужно высушить приемную для того, чтобы ее отремонтировать. Прошу наших уважаемых родителей немножко потерпеть еще, ну и я думаю, что нас услышали сверху и сделают все возможное для того, чтобы устранить данные проблемы все. Окончание ремонтных работ вместе с родителями будет ждать телеканал ЗАПТ-ТВ. Надеемся, в ближайшее время мы навестим уже обновленную и красивую группу, в которой нас встретят счастливые дошколята. Наталья Протаковская, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ.